Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова в 9.30 мы в прямом эфире для того, чтобы разобрать события минувшего дня, посмотреть на отчеты, которые, конечно же, заготовлены нам экономическим календарем на сегодня. Сегодня день, как и в прошлой торговой сессии всей недели, явно непростой. Очень много будет интересного, но прежде всего, друзья, мы будем с вами следить за заседанием Европейского Центрального Банка. Прежде всего, это ставки в 15.45 по московскому времени, решения по ключевой процентной ставке, ставки по депозитам. Они, конечно же, не изменятся. Спустя 45 минут после этого, фактически, у вас будет достаточно времени, чтобы заварить ячейку, подготовиться к реальным серьезным движениям, потому что они начнутся, я думаю, даже чуточку пораньше, чем в 16.30. Но в целом пресс-конференция будет интересна, потому что это последнее заседание Европейского Центрального Банка в 2018 году. Заседание важное, хотя бы потому, что мы ждем окончательной отработки ряда планов ОИЦБ, прежних планов. Это, например, выйти из программы количественного смягчения. Если бы сейчас ситуация в экономике была бы хорошей, скажем так, такой же, хотя бы как в начале 2018 года, может быть, никакого интереса к этому событию изначально бы не было, никаких неожиданностей, никаких сюрпризов мы бы не ожидали. Но сейчас мы знаем, экономика находится в очень плохом состоянии, очень много глобальных рисков, и, конечно же, нужно миллиард раз думать, прежде чем принимать решения по изменению ключевых параметров денежно-корректной политики. А для Европейского Центрального Банка важно еще следующее, то, что это не просто коррекция каких-то отдельных используемых инструментов, это переход от мягкой политики к жесткой. Сегодня очень много будет сделано комментариев. Я думаю, что все заинтересованные будут стараться пропустить каждое слово «драги» через, скажем, призму своего восприятия того, что происходит с экономикой и с, в целом, монетарным курсом. Я надеюсь, что мы окажемся правы. Изначально делаю ставку на то, почему Европейский Центральный Банк еще не тот регулятор, который может поспевать за прочими некоторыми центральными банками мира, которые уже начали ужесточать монетарную политику. И, на мой взгляд, максимум, что сейчас может сделать ЕЦБ, с учетом всего, что было сказано, с учетом всего, что есть на рынке, это бог с ней свернусь в программу количественного смягчения. Но святое место пусто. Не бывает очень много инструментов, которые могут тут же прийти на смену. Это и вероятная европейская операция «Твист», по аналогии с тем, что делал Федрезерв. Это операция «ТЛТРО», может быть, даже какие-нибудь альтернативные инструменты, которые, в конце концов, все равно будут отражать идею ЕЦБ, упирающуюся в необходимость сохранения мягкой экономической политики. Я советую, друзья, изначально зрить в корень, видеть не то, что находится на поверхности, а то, что находится глубже. И, наверное, я предлагаю все-таки уже оставить на совсем уж неопределенное время, в лучшем случае, на закат 2019 года, любые разговоры, которые будут предполагать изменение процентных ставок. По моему сценарию ЕЦБ, возможно, если ситуация улучшится, хотя, вряд ли, поднимет вопрос о росте процентных ставок только в 2020 году. В общем, у нас впереди довольно продолжительный период, когда мы будем иметь возможность работать с прежней, а может быть, даже и более выраженной мягкой экономической политикой. Ну, это, друзья, прелюдия такая к тому, что мы сегодня ждем. Я еще к евро вернусь, с вашего позволения, буду продолжать, собственно, это делать, потому что евро – это инструмент, который определяет рыночное настроение вместе с долларом. И евро нужно быть в курсе того, что происходит в рамках еврозоны и с европейской валютой, потому что евро – это главный рисковый актив. Вот поэтому мы и уделяем достаточно много времени и внимания. Помимо заседания Европейского центрального банка, сегодня можно будет краем глаза взглянуть на заявки на пособия по безработице. В 16.30 по московскому времени выйдет этот отчет. Мы, собственно, друзья, каждую неделю разбираем эту статистику, потому что на основании четырех релизов по заявкам на пособия по безработице в рамках месяца мы готовимся к Non-Farm Parallels, который публикуется в первую пятницу каждого месяца. Вроде бы как до января еще очень много времени, но действительно время идет очень быстро. Я думаю, вы все со мной согласитесь. И мы фактически уже с вами пролистнули еще один год, друзья, который, судя по всему, будет очень результативный для нас долгосрочных трейдеров, потому что мы сделали уже не одну цель, по некоторым очень близки к тому, чтобы коснуться профитных ориентиров. И я рассчитываю, друзья, на такой вот предновогодний подарок, который в конце концов позволит нам насладиться снижением европейской валюты, снижением австралийца. И для тех, кто все еще верит в канадский доллар, позволит вам, друзья, я очень хочу и очень надеюсь, что вам подфартит, вам повезет. Вы не так разочаровались в канадце, как я, и пара доллара в Канаде все-таки подойдет к поддержке 1.30. Ну, давайте теперь чуть подробнее. Нефть 60.10 – это закрытие вчерашнего дня, 60.39 – это те уровни, на которых мы наблюдаем бренд прямо сейчас. Можно говорить о том, что вчера нефть просела, я опущу этот момент, скажу просто, что мы продолжаем болтаться рядом с теми самыми значениями, с которыми начали эту неделю. Рынок по-прежнему находится в состоянии накопления необходимого потенциала для того, чтобы уже определиться с дальнейшим направлением движения. Вчера у нас был важный отчет от Администрации аналитической информации, друзья. Мы параллельно ждали еще и доклад ОПЕК, и, собственно, именно отчет от Администрации аналитической информации и показатели добычи в рамках ближневосточного картеля вчера определяли рыночное настроение. Так вот, по изменению запасов провели мы аналогию. Изначально, что накануне среды, то есть во вторник, Американский институт нефти сообщил о, зафиксировал, так, наверное, будет правильнее, резкое снижение запасов, там больше, чем на 10 миллионов. Мы предположили, что, скорее всего, наверное, данные официального характера тоже будут примерно в том же ключе, но все-таки они оказались гораздо скромнее. Но все равно, друзья, вторая неделя подряд, кто знает, может быть, мы с вами накапливаем новый такой локальный временной прецедент, как это было, помните, с 10 неделями роста запасов подряд. Сейчас у нас только начинается путь роста запасов недельного, такая вторая неделя, это, конечно же, немного, но все равно снижение запасов, это, безусловно, друзья, фактор, который, по идее, должен был бы оказать поддержку котировкам нефти. Доклад ОПЕК очень интересный, на мой взгляд, и признаюсь то, что, возможно, он даже медвежий. В частности, добыча нефти в странах ближневосточного картера в целом снизилась по итогам прошлого месяца на 11 тысяч до 32,97 миллионов баррелей. Однако, если мы посмотрим на то, сколько нефти добывает Саудовская Аравия, которая, как вы помните, шла впереди планеты всей в плане инициативы того, что нужно сокращать добычу, потому что только мы, ведущие страны, нефтедобывающие регионы, можем восстановить баланс на рынке черного золота. Саудовская Аравия за прошлый месяц увеличила добычу почти на 400 тысяч баррелей, до 11 с небольшим миллионов. С учетом такого роста и таких показателей, друзья, вы знаете, я начал уже даже подумывать о том, что последние темпы наращивания добычи в США и России задели Саудовскую Аравию, и Саудовская Аравия решила, что у нее есть все возможное, чтобы податься за не нахождение в тройке, скажем, лидеров, а в том, чтобы даже теснить позиции и России, и, собственно, США. Конечно же, силенок может и не хватит, особенно бороться с США сейчас, ну, по меньшей мере глупо. Я вам еще рассказывал о обновленных оценках того, сколько нефти находится на месторождении Пермьен в США, когда задействованы новые технологии, которые позволяют извлекать нефть посредством сланцевого метода добычи. Указали то, что запасы нефти на самом деле в два раза больше, чем оценивали раньше, а газы и вовсе были присмотрены в 17 раз, то есть в 17 раз оказалось больше, чем думали раньше. Поэтому у штатов все козыри на руках, чтобы сейчас использовать, скажем, усилия ОПЕК, ОПЕК+, по снижению добычи, которые снова загнали себя в определенные рамки по коррекции добычи, использовать свои технологии, возможности и условия рынка, чтобы наращивать добычу, даже с учетом последнего снижения цен на нефть, напоминаю, добыча сланцевых в США по-прежнему рентабельно. Это, друзья, долгосрочный фактор снижения котировок нефти. Я считаю, что необходимо повторять вам снова и снова, что если вы не размениваетесь, скажем, на движение в несколько долларов по бренду, если вы замотивированы и ориентируетесь на более длительные периоды инвестирования, если вы не метаетесь, скажем, внутри дня с покупок на продажу, с продаж на покупку, занимаете позицию и ждете отработки этой идеи, потому что адекватно работаете с фундаментом, я вам тогда настоятельно рекомендую даже не думать о покупках, друзья. Я считаю, что бренд уйдет в район 50 долларов за баррель. Но для тех, кто все-таки руководствуется меньшими временными отрезками торговли, по-прежнему актуальны покупки, потому что вчера ряд обозначенных косочных факторов, отливей до неотработанного потенциала соглашения по снижению добычи, это все равно, друзья, тот фундамент, который в моменте может поспособствовать небольшому восстановлению цен на нефть. Мы же держимся выше 60, но, наверное, не просто так. Очень трудно медведям сейчас оказаться ниже. И, возможно, быки, понимая, что больше шансов все-таки у бренд оказаться ниже, попробовать еще немножко посопотивляться. Нам много не надо, нам не нужно 70, 75, 80 до этих уровней. Я считаю, что нефть, если к нему вернется, пройдет очень много времени. Но 65 это очень просто. Пару дней к бренду и ничего не стоит, чтобы добраться до этой планки, поэтому ориентиры эти, друзья, сохраняются. Рубль 66,39, тоже как замороженный рубль, буквально по аналогии с нефтянкой. Никаких интересных движений, даже скучно анализировать рубль. Ну, может быть, для стабильности это неплохо, для нас, спекулянтов, это не есть хорошо, потому что нам нужны движения. Но рисков накоплено в российской экономике очень много. Я думаю, что текущая динамика, по-моему, даже уже не раз проводил такие параллели, очень похожа на пружину, которая до невозможности уже сжалась. И под конец, под закат 2018 года, рождественская, характерная для российского валютного рынка тоже, мы можем увидеть все-таки вот еще один виток ослабления рубля, это мы его и ждем. Евро против доллара 1,1366. Европейская валюта очень важной вот эти последние дни. Это неделя для евро. Вчера, собственно, состоялась встреча лидера ЕС Юнкера и премьер-министра Италия Канте. Мероприятие посвящено было обсуждению проекта бюджета. И мы рассчитывали, надеялись на негативный сценарий, я, по крайней мере, уж точно. Но каким-то чудом все-таки Италия решила чуть прогнуть под еврокомиссию и удовлетворила требованиям, снизили дефицит бюджета с 2,4 до 2%. Но евро немного восстановился, но это не тот рост, который, наверное, должен был быть соответствующим с учетом такого позитива. Я объясню, друзья, почему. Потому что очень много сейчас неопределенности еще сохраняется перед заседанием Европейского центрального банка. Тема Брекзита тоже все еще актуальна, как негатив для евро. И еще один момент, уже использовал фразу по поводу того, что свято место пусто не бывает, когда мы разбирали ситуацию на рынке нефти. По бюджетному вопросу это, скажем, это славосочетание тоже подходит, потому что сейчас на смену Италии может прийти Франции. Буквально вчера Макрон сделал заявление о том, что собирается удовлетворить требованиями, скажем, митингующие. Я думаю, что вы в курсе от последних политических событий. И снизить налоги. И тут же запротестовал парламент в плане того, что Франция не готова к послаблению налогового времени, потому что в конце концов это отразится на бюджете. И эксперты уже почитали, что при реализации любой инициативы, которая предполагает снижение налоговых обязательств, бюджет может улететь до 2,9%. Поэтому мы, можно сказать, заменяем сейчас Италию и Францию. Но это все пока что гипотетически только, но как интересно все равно говорить об этом. И, соответственно, может быть Еврокомиссии придется уже совсем скоро переключить риск и, скажем, угрозу, что ли, применения дисциплинарной процедуры на более крутую европейскую экономику. Мы за этим будем следить. Друзья, поскольку я сохраняю все-таки негативный настрой по евро, напоминаю, что сегодня мы ждем заседания ЕЦБ. Прежде всего трейдеров всех, и нас, и не только, интересуют дальнейшие действия регулятора по сворачиванию мягкой экономической политики. Это самое важное, что сегодня будет интересовать трейдеров. Самое важное, что может быть сегодня обозначено Европейским Центральным Банком. Я уже отметил то, что, скорее всего, в соответствии с планами программа количественного смущения свернут. Но уверен то, что из-за ухудшения экономической конъюнтуры, сколько плохих отчетов мы забрали в последнее время, Европейский Центральный Банк пересмотрит с понижением прогнозы экономического роста. И вот плохие прогнозы могут стать гарантом того, что Европейский Центральный Банк, скажем, уберет совсем далеко, в далекую перспективу, возможность изменения политики с точки зрения повышения процентных ставок. Поэтому мягкая экономическая политика, я уверен, друзья, сохранится. И будем сегодня ждать, что трейдеры правильно отреагируют на слова драги, на вынужденную необходимость все-таки задействовать даже, возможно, другие инструменты экономического стимулирования, которые могут привести только к одной, должны привести только к одному движению евро, к определенной динамике. Это, конечно же, нисходящий. Но сегодня мы будем торговать, друзья, волатильностью. Безусловно, евро вряд ли пойдет вниз с ходу. Уверен, что евро может очень сильно вырасти даже. Я предлагаю попробовать взять, скажем, коснуться отложенного ордера на отметке sell limit 1.1390 и уже с этого уровня ждать снова похода вниз к целям, которые я уже не раз отмечал. Фунт против доллара low вчерашнего дня 1.2476. Сейчас мы торгуемся гораздо выше. Вчерашний день был очень результативный для покупателей. 1.2616 текущие кассировки. Но день начинался очень тревожно. В частности, на рынке появилось буквально в течение нескольких часов после открытия европейских площадок информация о том, что однопартийцы, это разумы, настолько недовольны тем курсом, который сейчас проводится премьер-министром Англии, что они инициируют процедуру задействования голосования вотома недоверия Терезе Мэй. Мы, кстати, друзья, ждали такой расклад и такой сценарий еще недели три назад. Ну, вы видите, вот сейчас, опять же, страсти достигли такой точки кипения, что в итоге это голосование нужно было провести. Сразу хочу сказать то, что Тереза Мэй успешно прошла это голосование. Ну, что это значит? Эта фраза означает то, что в процессе голосования не удалось собрать должного количества голосов, чтобы сместить ее с поста премьер-министра. Поэтому она сохраняет с собой эту позицию. Она будет дальше главным человеком, который продолжит участвовать в переговорах по Брекзиту, и диалогам всего вот этого политического бракоразводного процесса. И, наверное, также важно отметить, что у Терезы Мэй, ну, она на год может выдохнуть, потому что в течение последующего года никто не будет иметь возможности, и, в принципе, никто не смеет что-либо ей возразить в плане ее лидерских полномочий. По поводу самого голосования, 315 депутатов, представителей консервативной партии, судьбу, скажем, Терезы Мэй определяла простое большинство, соответственно, нужно было, из 315, 158, соответственно, голосов набрать, чтобы все-таки тут же возникла необходимость проведения новых выборов и назначения нового премьер-министра. Но против Терезы Мэй проголосовало, конечно же, гораздо меньше. 200 человек ее поддержали, и, в принципе, этой цифры уже было достаточно, чтобы понять, Тереза Мэй сохраняет свой пост. Друзья, вот он недоверие. Это, да, интересные события вчерашнего дня. Соответственно, рынок немного разгрузился, рынок отвлекся, но ни в коем случае не нужно трактовать сохранение премьерских полномочий Терезы Мэй как фундаментальный позитив для британца, потому что вот он недоверие, это такой мгновенный локальный форс-мажор, который вынужденно возник на рынке. Но основная проблема, она находится глубже, она вокруг вот этого всего. Это Брэкзит, по-прежнему нет соглашения. Поэтому после голосования, я надеюсь, вы не забыли, что у нас до сих пор нет документа, который устраивал бы Палату представителей Англии. У нас даже нет сроков, когда за этот документ будут голосовать. Поэтому неопределенность сохраняется, как минимум, в прежнем ключе. Это негатив и в связи с этим для тех, друзья, кто все-таки, кому мало цели было 1,25 и вы сохраняете короткие позиции, либо вы испугались вчера, что фунт начал расти, что делать дальше, паника. Я советую вам по-прежнему правильно оценивать то, что на рынке происходит. И пока, собственно, нет ясности по тому, как будут дальше обстоятельства дела по соглашению, нужно ставить только на одно, на еще большее ослабление британской валюты. Поэтому ищите уровни, с которых фунт нужно продать. Если вы уже в позициях, держите, друзья, эти позы. Возможно, мы увидим даже уровень 1,22-1,23. Доллар иена 113,44 растем, 10-летки подрастают, поддержка для доллара нужная сейчас, потому что у нас следующая неделя, следующая среда – это решение по ставке, ставку повысит, друзья. Индекс потребительских цен базовый, который не учитывает цены на энергоносители, рост до 2,2% со 2,1% – еще один сигнал того, что у Федрезерва достаточно сейчас аргументов, чтобы не мудрить и реально продолжать разгонять процентные ставки, как это было отмечено раньше. В плане геополитики, которая могла бы стать причиной с повышенного спроса на иену, сейчас более-менее тоже все спокойно. Рынок выдохнул после неудачного голосования по вотому недоверию Терезы Мэй. И потом вчера на рынок пришло сообщение снова со ссылкой на Трампа, который продолжает комментировать текущий ход переговоров торговых между США и Китаем. В частности, Трамп приветствует очередное конкретное действие Китая восстановить баланс, увеличить закупки американских товаров. В данном случае Китай после перерыва, по-моему, в несколько лет, закупил американской сои примерно общим весом 1,5 миллиона тонн. Да, много, друзья. Это Трампу, безусловно, очень понравилось. Это сигнал того, что Китай все-таки не злоупотребляет доверием, пытается найти базу и условия для последующих договоренностей и сохранения вот этого шаткого торгового перемирия, которое в конце концов может перерасти в двусторонние соглашения, потенциально способные поставить точку в конфликте и острой, серьезной такой геополитической напряженности, которая разразилась на площадках примерно полгода назад. По доллару длинные позиции по-прежнему актуальны, друзья. По американскому фондовому рынку сегодня я в свете, опять же, прогресса по торговым отношениям, в свете неудачного голосования по лотому недоверия, того, что происходит с американским рынком долга, что отчасти может снизить опасения за перспективы роста американской экономики. Байстоп – это Dow Jones, USA30 в терминалах Амаркет с уровня 24 800. Давайте попробуем коснуться планки 25 500. Думаю, что из этой сделки может выйти что-то стоящее под закат 2018 года. Друзья, на этом, собственно, все. Хочу сразу предупредить то, что следующий брифинг у нас состоится в понедельник. В понедельник мы поговорим с вами детально о том, что у нас интересного случится под закрытие, собственно, этой недели. Также в понедельник мы с вами увидимся еще на вебинаре, который пройдет, как всегда, в 16.30 по московскому времени. В общем, давайте смотреть, следить за рынками, которые радуют нас волатильностью, движениями, как и всегда. Не злоупотребляйте рисками, это очень важно. Контролируйте загрузку вашего депозита. Я, друзья, могу быть абсолютно уверен в том, что рынок поведет себя определенным образом, но это только мое субъективное мнение. Я могу ошибаться, как и любой человек. Важно, чтобы вы каждый раз, прислушиваясь к мнению любого человека, и если это мнение мотивирует вас на определенную торговую активность, все-таки руководствовались, прежде всего, правилами риск-менеджмента. Я надеюсь, что вы о них знаете. Если не знаете, можете связаться с вашим персональным менеджером, который на высочайшем, крайне компетентном уровне проконсультирует вас по всем этим вопросам. У вас есть такая возможность, пользуйтесь этой. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok